Йо, с вами Борис Орден. Я продолжаю пополнять рубрику Бестиарий. На этот раз речь пойдет про тербинатора Т-800 Карла. Вокруг его персоны в темных судьбах разгорелось немало споров, что резонно из-за ряда сомнительных решений авторов. В отличие от Rev-9, прибывшего из измененного будущего 2042-го, где начал царствовать таинственный легион, 101-й, то есть инфильтратор с внешностью Шварца, хронопортировался из 2029-го, якобы из классической временной линии, где главным был суперкомпьютер SkyNet. Почему якобы? Во-первых, дело в дизайне эндоскелета. Из-за вероятного отсутствия у компании Skydance прав на оригинальный облик, который вроде как находится у студия Канал, было принято решение копировать ремастер-версии у их же Генезиса. Отличия слишком явные, чтобы закрывать на это глаза. С учетом мизерного хронометража можно было и скищериться, и не делать ляпов, но создатели выкатили измененный дизайн прямо в лоб. Без всяких отваливающихся кусков плоти, скрывающих различия и прочего. Во-вторых, классическое будущее не растет по своей концепции с Dark Fate, но подробности я опишу гораздо позже. Конструктивно, Т-800 состоит из гиперсплавного эндоскелета и биологического камуфляжа. Примерный вес 400 футов, или около 180 килограмм, со слов Сары, но терм ее не поправляет, так что это близко к истине. Дисплей аналогичен тому, что использовался в Т-2, в отличие от более современных аналогов из 4 и 5 частей. Большой вес и прочность дали возможность противостоять более гибкому и продвинутому противнику, хотя это в целом характерная черта у данной серии. Живая оболочка, как это было придумано для Т-5, стареет с обычной человеческой скоростью. При условии, что энергобатарея рассчитана на целых 120 лет, плоть к этому моменту может умереть и в конце концов отвалиться, обнажив функционирующего энда. В первом фильме от повреждений началась настолько сильная гангрена, что терминатор начал сильно вонять. Здесь за образец взяли именно оригинал, рана на лице пусть и затянулась, но совсем не в стиле росомахи, а как у простого смертного, оставив заметный шрам. Кстати, в этом отличие от гены, где 101 прекрасно вырастил новую кожу на руке, включая ногти, без каких-либо последствий. Что касается микропроцессора. Еще с первой части он самообучающийся, что позволяет киллеру лучше интегрироваться в человеческое общество. Например, фраза «Fuck US Hall», брошенный одним из панков, загружается в базу данных и используется уже самим убийцей в дальнейшем. В Т2 в расширенной версии дядя Боб заявляет, что у чипов восьмисоток два режима. Скайнету не нужно, чтобы его рабы много думали в обычных миссиях, но он активирует обучение для более сложных задач. После ручного перевода Джона и Сары микропроцессора в нужный режим, их защитник начинает лучше понимать людей. С одной стороны, можно сказать, что так как его послали люди из будущего, а не Скайнет, они оставили мозги андроида в состоянии только для чтения, что сужало его уровень восприятия. С другой, Кэмерон считает каноничной более короткую театральную, а не расширенную версию, так что для продолжения в принципе не обязательно учитывать все эти переключатели. Терминатор – это самообучающийся робот, так что в театралке он понял, почему люди плачут буквально за пару дней. Дело просто в окружении. В шестом фильме решили развить данную идею, так что Карл в плане самоосознания – это эволюция дяди Боба, как если б тот не утопил себя в расплавленном металле, а прожил 20 лет в обществе. В отличие от Папса, абсолютно дубообразного, этот инфильтратор более чем очеловечился, что абсолютно логично по лору вселенной. В 2029 году Скайнет оказался на краю гибели. Перед своим концом он решился на запуск машины времени, через которую послал Т-800 модели 101-84 ликвидировать мать лидера сопротивления, Т-1000 в 95 для закрепления успеха и убийства уже родившегося пацана, ну и на всякий-привсякий пожарный еще с пол роты 101-х восьмисоток с периодичностью в пару годков. Почему не модели 102, 103, 104 и так далее? Можно с натяжкой оправдаться тем, что ближе всего к темпоральному устройству находилась конвертная линия именно с арнеподобными андроидами, а всякие франко-коломбойные, столоны-убойные и орденоподобные располагались слишком далеко, чтобы перед самой гибелью их тащить и сам к дальних ангарах. Превосходное объяснение, 12 из 10, не находите? В общем, из всех многочисленных засланцев, именно рассматриваемому персонажу удалось выполнить свою основную миссию. Ликвидировать юного Джона Коннора в 1998 году, настигнув его с Сарой в далекой Батемале, куда те сбежали после взрыва Кибердайна в 95-м. Опять же, в отличие от молодого Папса, который копировал первого ликвидатора, этот выглядел уже как молодой терм из второй части. Оставив живую Сару, убийца уходит, обнаружив, что его босс Кайнет из-за вмешательства героев никогда не будет создан, а значит задание было бессмысленным. К тому же, таким образом он освободился и может сам выбирать свой путь. Взяв себе имя, Карл знакомится с женщиной и ее сыном, создав с ней самую натуральную семью. С годами заботясь о ребенке, у него формируется некий аналог совести за то, что он отнял у Коннор, а потому терм решает дать ей цель. В вырезанной сцене выясняется, что он изобрел некое приложение, которое позволяет точно определять время и место прибытия путешественников из будущего до того, как это произойдет. С помощью анонимных смс-сообщений Карл сообщает об этом Саре, давая ей цель в жизни. Тут, конечно, возникает ворох вопросов в стиле, почему ему не жалко своих собратьев, которым даже выполнять ничего не надо, ибо Джон давно помер, и у них есть шанс быть свободными, как он. Либо, если они по каким-то причинам неисправимы, отчего не помочь престарелой даме, вместо того, чтобы развивать свой шторный бизнес и смотреть телек. К слову, у некоторых зрителей возникли вопросы к псу, который на своего киберхозяина чего-то не гавкает. Это снова задумка из судного дня, где мексиканские собаки никак не реагировали на андроида, что намеренно было вставлено Кэмероном для символизирования его человечности. Так что конкретно эта претензия должна предъявляться не только к Dark Fate, но и Т2. Размеренная жизнь робота закончилась в 2020 году, когда на его пороге оказались Сара, киборг из нового постапокалипсиса Грейс и будущий лидер повстанцев Дани Рамос. Он решается помочь им, прощается с семьей и вступает в схватку с новейшим киллером легиона Рэг-9, в том числе игнорируя его предложение встать на одну сторону, мотивируя тем, что он уже прибыл из будущего, которое оказалось обречено. Чтобы добить противника в финальной битве на Дамбе, герои используют источник питания Грейс, а однорукий Карл падает вместе с обшарпанным эндоскелетом злодея с большой высоты и выгорает от хлынувшей энергии. Перед самым концом он успевает сказать фразу за Джона. Давайте на чистоту. Появление модели 1.0.1 в данном проекте в первую очередь произошло только из-за желания задействовать Арнольда Шварценеггера. В силу того, что для множества людей Терминатор и Шварц это одно и то же, сценаристы раз за разом возвращают Арни к титульной роли, даже если сюжетно это практически не обоснованно. Зацикленность на фигуре одного актера заставляет выдумывать раз за разом новые отговорки. Вот что говорит об этом Кэмерон. Нужно понять, что есть ряд идентичных, основанных на Арнольде Терминаторов Т-800 из будущего, которые были отправлены назад во времени, чтобы выполнять различные миссии. И мы можем увидеть, как каждый из них пытается справиться со своей задачей. Кто-то из них запрограммирован безжалостно убивать. Это был первый парень из первого фильма. Очевидно, он без совести, абсолютно, совершенно бесчеловечный. Но при этом он и должен сливаться и проникать в общество, что является немного смешным, потому что он не совсем справляется с этой задачей. Потом есть другой парень, с другой целью, из второго фильма. Но он запрограммирован защищать цель, и он запрограммирован, чтобы по большей части вести себя хорошо. Но он даже не очень хотел бы быть хорошим, и в некоторых ситуациях убил бы людей, потому что это проще для достижения его цели. Однако фильм ему приказывают не делать этого, и он как бы сопротивляется этому. И это своего рода ироничный мрачный юмор, и во втором фильме все крутится вокруг этой идеи. Но что произойдет, если вы оставите Терминатора со своим самообучающимся нейропроцессором просто без миссии? После того, как он ее уже выполнил, ему нет смысла убивать людей. В обществе в течение двух с половиной десятилетий. Что случится с этим парнем? Он выполняет свою миссию и остается учиться, пытаться подражать человеческому поведению настолько, насколько это возможно. Мы видели немного такого поведения в первом фильме, когда парень кричит на Терминатора через дверь номера в отеле. И можно увидеть, что у него есть некоторое количество ответов, из которых он выбирает один, какой он считает более нужным. Он говорит это, и это работает. Тот парень убирается прочь. Мы видим, что он понимает, что это сработало и берет это на заметку. Это очень интригующая идея, поэтому я подумал, давайте проследим за развитием такого персонажа. Несколько ранее я сказал, что подобный ход логичен по лору. Увы, есть еще и художественная составляющая. Когда мы смотрим оригинальный триллер, разве может у нас возникнуть мысль, что вот этот мрачный типус спустя время будет менять подгузники? Или барыжить шторами. Как по мне, это наносит приличный удар по общей атмосфере. К тому же, сама линия Карла и его закадровых братанов рушат концепцию временной петли из диалогии. Ведь взрослый Конор знал всех терминаторов, которые пытались его убить до войны. Посылал защитников и таким образом дожил до самой победы в 2029. Если же Скайнет отправил так много киллеров, да еще и с периодичностью в пару лет, лидер сопротивления точечно этому воспрепятствовал бы. Он жил в замкнутом круге и знал все наперед. Т6 это ломает. И ради чего? Шварца? Но ведь были способы более логично его вернуть. Если уж не в роли человека, военного или ученого, то в качестве той же модели 1.0.1. Пусть это был бы предшественник дяди Боба, которого Конор лично выбрал, но из-за сбоя терм улетел не понять куда. Подобное хорошо объяснило, почему снова тот же самый терм оказывается в прошлом. Вообще, в своем ролике Терминатор. Что есть канон? Я предложил разделять первых два фильма и все остальное, что пытается к ним примазаться, как альтернативные вселенные. Вот и Т6 со своими сомнительными задумками это нечто альтернативное. Сам Арнольд в отличной форме для своего возраста и бодро смотрится, особенно с такой бородой. Образ вышел лучше, чем у Папса, но шутейки с общей историей стоило подкорректировать. В случае кассового успеха шестерки, в ее продолжениях Шварценеггер смог бы сыграть одного из многочисленных коллег Карла, чья так называемая жизнь пошла по-другому. Но, судя по всему, это было последнее появление Железного Арнии в киносерии. А что думаете про Карла вы? Напишите в комментариях. Поставьте лайк, сделайте репост и подпишитесь на канал Объект. Ваша активность напрямую влияет на выход новых роликов. Пока!